Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Инна Судакова. Посмотрела я её видос «Новый подгон Бухлишка», на этот раз из Латвии. Не смотрела предыдущий её влог про то, как она готовила там что-то. Мукбанг готовим и едим с хорошим настроением. Не захотелось мне смотреть её этот предыдущий влог. Так, заглянула на новый подгон. В общем, Судакова шла на море, и надо было встретиться с подписчицей. Походу, такой же шизанутой, как и она сама. И птичек она рассматривала, и птичек она вдруг очень сильно полюбила. Вы знаете, правильно в комментах написали, что Инка, когда идёт за халявой и когда бухла полно, она всех резко любит. И котиков, и собачек, и птичек. Но когда бухла нет, тогда её колбасит, и она всех ненавидит. Значит, дальше она уже сидит с чашкой чая, сидит вся такая деловая, да, я жду трамвая. Дождалась она свою подписоту из Латвии и рассказывает, я уж тут сижу, да, сижу чаёк, попиваю. И подарок получила, да, передачку привезла, значит, какая-то там подружайка из Латвии. Ну, Судакова, как всегда, ржёт истерическим смехом, да, ну, столько же счастья подоспела. Даже хлеб привезли на халяву, наша успешная. Как, знаете, как помойница ходит, собирает подачки. И сама же ничего не может купить, правда же? Это ж нищета и голыдьба. Ходит только, побирается. И даже хлебушек ей, слушайте, привезли. Но довольная, ребят, она не так довольная, наверное, что хлеб привезли. Хотя она любой халяве рада, меньше денег потратит. Как она радёхонька, что бухлишка подоспела. И как она ржала, как сумасшедшая. Вот этот вот истерический смех говорит о том, что у бабы проблема с башкой. И всё это на фоне алкашки. Значит, подписчица такая же хабалка, такое же хамло, сидела, пила пиво и маты крыла. Слушайте, какие могут быть фанаты у Судаковой? Ну, в принципе, такие же, как и она сама. И, значит, заявила, что хейтеры, вы не дождёте, что у меня бухлишка закончится. А я, знаешь, Инка, собственно и рада, что бухлишка-то у тебя не заканчивается. Скоро превратишься в такое чудовище, наполненное одним алкоголем. В принципе, уже сейчас заметно, что было раньше, когда в России жила. И, собственно, ещё, наверное, не так бухала. И во что сейчас превратилась, это просто страшно глянуть. Мало того, что истерика ужасная, что с психикой беда полнейшая, так и ещё и спиваешься. Спивайся, Инна, спивайся. Побольше пей, почаще пей. А то чё-то как-то мало. Не ждите, говорит, что у меня бухлишка закончится. Оно, говорит, никогда не закончится. Больно надо нам ждать. Мы, наоборот, радуемся. Когда ты превратишься в алкогольное чмо. Вот тогда посмотрим, кто будет смеяться, а кто будет рыдать. Хотя рыдать вряд ли ты будешь. Истерически будешь ржать. Но, возможно, будет даже ржать уже поздно. Но будешь дальше нам отыгрывать показуху счастливой жизни со сморщенным лицом, трясущимися руками, в ожидании халявы пожрать и выпить. Вот тогда будет беда. Дальше Судакова сказала, что Ленка, в общем-то, хорошая девочка. Но только она, говорит, любит меня. И да, Ленка подтвердила, скрыв свои бесстыжие глаза за очками, подтвердила, что вас, я, говорит, ненавижу, то есть зрителей. Неважно, кто там хороший пишет или плохое, а Инку, да, люблю. Но Судакова решила сгладить. Говорит, ну, у меня, говорит, есть и хороший комментарий. Слушайте, по-моему, такой, как сидела напротив Судаковой, ей по барабану, хорошие или плохие, потому что от самой ее хорошим не пахнет. Дальше Судакова понесла свое потное тело на море, подарочки оставила в кафе, довольная, как слон, плавать, 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 а потом домой, все по плану. Ой, и зато поплавала она не столько, сколько думала, не два часа, а час сорок, и уже сполоснулась в душе и рассматривает цветок. Пещерная, как с луны упала, ходит, цветы рассматривает. У нее все, то деревья, то цветы, то какой-нибудь мешок где-то на дереве, то еще что-нибудь. У нее же в жизни больше ничего интересного нет, как выпить, пожрать, ну, на море сходить, и то, может быть, и не ходила бы, но снимать же что-то нужно. Так и чухает туда-сюда, туда-сюда, и нам байки рассказывает, сколько она там часов в воде находилась, да еще, говорит, так утомилась, что просто жесть. А да, говорит, соленая под мышками раздраженье, потому что там уже все вспрело, как она говорит, и раздраженье как раз-таки это опрелости, самое настоящее, там уже надо судаковой присыпкой присыпать, а не на море в соленой воде полоскать. В общем, и покатился колобок домой. А дышка, ребят, это что-то ужас, она еле ходит. Она еле ходит, она идет и просто задыхается. Котика увидела. Лежишь, котик? Да, котик ей ответит. Лежу, судакова, лежу, а ты иди пыхти. Цветы красивые, очень. Цветы красивые, очень. Едва ходит, а нам хвастается, что бухло у нее никогда не закончится. Давай продолжай, судакова, в том же темпе. Скоро уже не будешь. А будешь два шага ступил, посидел. Два шага ступил, посидел. Жри, в три глотки жри. Бухло, жратву. Это точно по барабану. А вот тебе еще работать-то и наездницей надо. Я прям боюсь представить, как ты там наездницей работаешь. Как у тебя язык на бороде? Или как у вас там получается с этим? Остановилась, видать, чтобы отдохнуть и отдышаться. Похлопала себя по пузине и сказала, что счастливая, сытенькая. Думаю, еще суп есть. Приду, пожру. Ну и опять, чтобы время не терять и что-нибудь снимать. Очередное показывание пальцев, что деревья срезали, там еще что-то срезали. Судакова же больше ничего не может показать. У нее постоянно экскурсия по деревьям и цветам. И по сытенькому пузу. В комментах подвалили и Инке, и тетке из Латвии. Написали ей, тетка из Латвии, не позорь свою страну. Просто посылать незнакомых людей на три буквы, это не от большого ума. Видимо, такая же алкоголичка, как и ее кумир Судачиха. Да, видно, синеносая. У нее знакомые ей подстать, одна краше другой. Накануне же пережрала в Найт-клубе. Это даже с любимкой встретиться была не в силах. Помните, Судачиха рассказывала там про какую-то подружку, да, которая пережрала, да, напилась и не могла с сынкой встретиться. Еще один зачитаю. Из Латвии, которая вела себя отвратительно, хотела показать, что тоже умеет материться. Мерзкое было зрелище. Да не баба, а позорное дно. Помойка. Такая же помойка, как и Судачиха. Думает, понты кинула. Да это, знаете, с перепоя у нее. Видимо, как раз-таки сдвиг по фазе. Сидела же, опохмелялась пивком. Ну, а Судакова продолжала. Беленькие цветочки, кабриолет выезжает, посмотрите. И все этим пальчиком тыкает, тыкает. Как будто с луны упала или из пещеры вылезла. Но она ж больше ничего не может рассказать. Ум-то у нее вообще никакой. Алкашка в ней убивает все. Она и тупеет, и стареет, и страшнеет. Поэтому показать нечего, рассказать нечего. То деревья, то цветочки. И все это в сопровождении. Но бежит бегом. Боится, видимо, чтобы в кафе алкашку ее не выпили. И дальше, как всегда, те же кафе, те же магазины и та же Судакова. Ну и в конце я зачитаю парочку комментов, которые меня развеселили. Инка, твои одноразовые подружайки тебя спецом спаивают, чтобы весь мир над тобой ржал. Да, одноразовые подружайки и сами позорятся. С них тоже ржут, как с помойки. Ну и еще один море неспокойное кидала наездницу с буйка на буйок. На одном повисело час, на другом сорок минут. Вот и все, вот и все. Мои хорошие, буду заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. На этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok